Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И сегодня мы рассматриваем первое соборное послание святого апостола Петра. Оказывается, видите, апостол Петр тоже кое-что написал, хотя был он вроде бы такой не ученый, был простой рыбак, но, возможно, говорят некоторые исследователи, он пользовался услугами секретаря. И вспомним, прежде всего, самого Петра, этого простого искреннего человека, который на Галилейском море ловил рыбу вместе с братом своим Андреем, который дружил вместе с другими двумя братьями Иоанном Иаковом, то есть Иоанн Богослов и Иаков, братья Зеведеевы. И вот их первыми как раз призывает сам Господь Иисус Христос. Вспомним, что они вот закидывали все эти, пытались поймать рыбу, а всю ночь трудились и ничего не поймали. Ну и, конечно, для них это было очень такое тяжкое положение, потому что кушать-то в то время в тех местах особенно-то нечего было. И пропитание зависело всецело вот от улова, а тут они ничего не поймали. И вдруг к ним заходит сам Господь Иисус Христос, который только-только вот начал свою общественную проповедь, и он говорит, что отправьтесь вновь и закиньте сети по правую сторону. И вот они на этот раз столько вытаскивают рыбы, что даже сети сами прорываются. То есть, видите, Господь явно сразу демонстрирует свою божественную силу, но удивительна реакция Петра и других его сподвижников. Вместо того, чтобы как раз обрадоваться этой рыбе, вот сколько рыбы мы там и сможем продать, и обогатиться, и мы сможем и себя насытить, и родных, и близких, они вдруг оставляют свои лодки с рыбой и всецело следуют за Христом. То есть, когда они увидели вот это истинное знамение, то они не привязались вот этому мирскому какому-то улову, они последовали за Христом, и вот Петра как раз отличает вот это искреннее такое горячее чувство в следовании за Господом. Он всегда старается быть первым, да, он действительно первым исповедует Спасителя Сыном Божиим. Когда вот Спаситель спрашивал, за кого почитают меня люди, там, за пророков, там, за Иоанна Крестителя и так дальше. А вот спрашивают, а вы-то за кого почитаете? И Петр от лица все говорит, ты Христос, Сын Божий. И сам Спаситель ему отвечает, что не плоти кровь, открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. То есть Петр сподобляется особого такого откровения Бога Отца. Петр входит в число трех избранных учеников и на горе Преображения, да, и в Гефсиманском молении Спасителя он тоже присутствует рядом, все это видит, и чуть раньше именно он в числе трех при воскрешении 12-летней Атраковицы, то есть особые тайны открываются именно Петру. Он отличался таким вот импульсивным характером, не всегда был, это устойчивый характер. То есть он загорается и потухает, загорается и потухает. Вот как, помните, увидели Христа идущим по водам, и Петр тут же в нем вспыхивает вот это желание, Господи, можно и я к тебе тоже пойду? И пошел действительно, а потом вдруг испугался и начал утопать и кричит, Господи, спаси меня, погибаю, Спаситель протягивает к нему руку. Вот таков характер Петра, и тем не менее он один из первоверховных, второверховных, второй первоверховный, это Павел, у них разные характеры, но почему нам Господь показывает, что всякий характер хорош для христианина, и не значит, что, понимаете, христианин должен быть вот таким спокойно умиротворенным, что он просто вот как скала несдвигаемая, что каждый христианин, он как такой вот старец уже, что ничто его там не задевает, не трогает, он не вспыхивает своими эмоциями, но иногда и бывает такая вот импульсивность, которая была у апостола Петра, и это тоже все Господом принимается, и даже когда он вроде бы отрекся от Христа, а на самом деле ведь Петр вовсе и не ставил целью, и даже не думал о том, чтобы отрекаться, он просто пытался как бы временно прикрыть себя, вот он пришел до двора первосвященника, когда спасителя уже схватили, и его спрашивали, и ты был с ними? То он, как бы у него возникла такая вдвойственность, он вроде бы не собирался предавать Христа, но думал временно прикрыть себя, нет, я не с ними, а для чего? Для того, чтобы и дальше вот остаться, и посмотреть, чтобы быть рядом с Господом, но и эта двойственность оказывается в каком-то смысле таким уклонением от Господа, отречением, потому что мы должны быть в своей вере цельными, вот что внутри в сердце, то и на устах в плане вот исповедания нашего христианского, верность Богу во всем, верность в мыслях, верность в чувстве сердечном, верность в словах, верность в делах, а не так, что на словах и в делах этого ничего не видать, а вера глубоко где-то там внутри, в душе запрятана, так что ее и не разглядишь. Вот и спаситель, конечно, ему предсказывал это, и Петр, когда услышал, что петух пропел по предсказанию спасителя, он горько заплакал, и после этого мы встречаем удивительное откровение о том, что сам воскресший Господь отдельно является Петру, отдельно ему является. И Петр восстановлен в апостольском достоинстве, восстановлен через троекратное вопрошание Господа Симон, сын Ионы, «Любишь ли меня? Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя?» Вот как он трижды отрекся, вот так же трижды вопрошает Господь, и трижды Петр исповедует, что любит Христа. Вот каков Петр после Дня Пятидесятницы, когда сходит Святой Дух, пред нами уже совершенно новый человек, он уже никого не боится, он произносит удивительные вдохновенные проповеди, и самая первая проповедь произвела такое действие, что в тот же день крестилось около трех тысяч человек, одна проповедь и сразу три тысячи крещенных, представляете? И он говорил, что «покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа и примите дар Святого Духа». И дальше он проповедует, и мы не будем пересказывать, вот в книге Деяния все это есть. Петр стал первым епископом антиохийским, Петр стал затем первым епископом города Рим, и в городе Рим он принимает мученические страдания, как считается, в общем-то, при Нероне в 60-е годы, и считается так, что его-то должны были распять, почему? Потому что он не был гражданином Римской империи. Если бы был гражданин, то ему просто бы отрубили голову, как сделали это апостолу Павлу, а не гражданин, то рабская смерть на кресте. И вот Петр считал, что он не достоин принять такие муки, какие понес сам Спаситель, и попросил распять его вниз головой. Вот таково смирение Петра, и с его именем связано два послания. Теперь мы приступаем, собственно, к чтению посланий и начинаем читать первую главу. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галате, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным». То есть Петр представляется, и причем он не просто некий Петр, а он именно апостол, то есть посланник Иисуса Христа. И он обращается к кому? К пришельцам. Ну, к пришельцам тут, конечно, исследователи по-разному это объясняют, объясняют, но по большому счету вообще каждый человек – это только пришелец на земле, он временно здесь пребывает. А христиане, христиане тем более, потому что наше подлинное Отечество, оно на небесах, и все христиане, которые живут здесь на земле, они тут пришельцы. Это не наше постоянное жилье. Мы как бы в гостинице находимся на земле, и вот непосредственно к кому он обращается? Тем, которые рассеяны, упоминаются малазийские области, Понт, Галате, Каппадокия или Каппадокия, как сейчас говорят, Осия, Вифиния, это разные области, Малые Азии, сейчас это, конечно, Турция, Но вот эти места на самом деле в первые века, да и вообще фактически на протяжении полутора тысяч лет до того момента, пока турки не завоевали эти места, здесь процветало христианство, и отсюда вышло невероятное количество святых людей. И вот он к ним обращается, и он называет их избранными. А избраны они как? По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Вот посмотрите, здесь уже исповедание Троицы на самом деле. Вера в Святую Троицу – Отец, Сын и Святой Дух. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, как Сына Божия воплотившегося. На самом деле послание насыщено такими богословскими мыслями глубокими, которые нужно расшифровывать, но если это так вот подробно делать, то времени уйдет много. Он говорит по предведению Бога Отца. Ведь Господь изначально мир для чего предназначил? Для вечного благобытия, как говорит преподобный Максим Исповедник. Благобытие. Не просто бытие, а бытие, причастное благу. А подлинное благо – это Бог. И вот получается так, что Господь предназначает мир к вечной бессмертной жизни, но люди отпали, но кто-то захотел, а кто-то не захотел принять Сына Божия. И вот Господь уже в Своем предведении предузнал тех, которые откликнутся на проповедь, которые примут Слово Христово. И про них и сказано, что они избраны по предведению Бога Отца при освящении от Духа. То есть человек становится причастником Божиим не за счет только своих морально-нравственных качеств, а только потому, что он освящается от Духа Святого. И, собственно говоря, святость – это и есть причастность освящения Духом Святым. И дальше сказано к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Вот еще в Ветхом Завете, что мы видим? Собственно, вот Завет. Как он закреплялся? Он закреплялся кровью жертвенного животного. Окрапляли кровью и ковчег Заветы, и скрижали Заветы, и людей окрапляли. Все окрапляли. То есть некое закрепление Завета кровью. Но вот когда пришел истинный Агнес, то есть когда воплотился Сын Божий, пострадав за Христа, то те, которые принимают Его, они окрапляются кровью Иисуса Христа, то есть они становятся причастниками Завета Христова, Нового Завета. «Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вот все страхи человечества до Христа, они с чем были связаны? Со смертью. А смерть почему пугала? Потому что сходили во ад, сходили вот это во тьму, ибо тьма есть лишение Света Божия. И так было вплоть до пришествия Христова. Христос воскрес, но воскрес не только для себя, Он воскрес для нас. И в нем, во Христе, мы обретаем возрождение. Собственно говоря, таинство крещения есть уже причастие воскресению Христову, когда троекратное погружение в воду означает умирание со Христом, и троекратное восхождение из воды означает совоскресение со Христом. И в таинстве Евхаристии мы непосредственно приобщаемся к Господу нашему Иисусу Христу. Священники, кстати, в алтаре после причащения читают пасхальные песнопения. «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, святись и святись и Новый Иерусалим и другие». То есть таинство Евхаристии, как приобщение Христу, это и есть восприятие воскресения Христово, то, что и возрождает нас, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вот апостол Петр пишет фактически про Царствие Божие, и здесь даются характеристики его, что, во-первых, это наследство, вот то, что Господь нам завещал. Вот представляете, что нам в наследство достаются не какие-то там временные деньги, да, бывает так, что крушение страны, там все вклады рушатся, как это было с Советским Союзом, бывает так, что человек очень ждет какого-то наследства, но оно не приносит ему счастья, а здесь дается такое наследство, которое, ну просто не описать, оно нетленное, его ни моль, ни ржа не истребит, ни вор никакой не украдет, это наследство нетленное, оно чистое, да, в Царствие Божие ничто нечистое не войдет, оно неувидаемое, и оно хранится на небесах для нас, говорит апостол Петр. А раз наследство, то значит мы чадо Божие, вот мы христиане, это дети Божие, наследники, и как у апостола Павла сказано, мы сонаследники Христу, потому что вот это наследство через Христа даровано нам. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовы мы открыться в последнее время. Вот, конечно, стиль апостола Петра в данном случае он несколько такой витиеватый, и нужно все это несколько так вот расшифровывать. Ну, речь идет о чем вот в этих стихах? О том, что Бог, Он возродил нас через Христа, возродил к чему? К подлинному упованию, то есть к наследству в Царстве Божием, и вот это вот наследство, которое на небесах для нас хранится, оно силой Божией соблюдает нас через веру, а соблюдает к чему? К спасению, готовому открыться в последнее время. Под словами «последнее время» подразумевается, что последнее время – это все то время, которое связано с пришествием Господа Иисуса Христа. Он пришел на землю, пострадал уже в последние времена, и это значит, что это последнее время, в которое люди и мир могут спастись. Поэтому у нас как раз нам дается вот эта возможность именно сейчас стать причастниками славы Христовой. И дальше апостол Петр переходит, вот отталкиваясь от этого, что вот посмотрите, какое вам сокровище дано, бесконечное, бесценное на небесах. И он говорит, что вот ради этого разве не трудно немножко потерпеть, пострадать? И вот он говорит, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Ну, в данном случае под искушениями подразумеваются не столько даже какие-то там демонические искушения, хотя и это тоже, а различные даже жизненные невзгоды, те вот испытания, как вот на Иова нашли какие-то испытания, которые сами апостолы претерпевали, всевозможные скорби, гонения, лишения. И о чем он говорит, что вот поскорбев теперь немного. То есть все скорби, они на самом деле имеют свой ограниченный срок. Вот из-за чего люди обычно малодушествуют, унывают? Они думают, что им придется терпеть бесконечно что-то. Терпеть там каких-то злых соседей, или там какого-то негодного начальника. На самом деле это не так, это заблуждение. Не приходится терпеть что-либо бесконечное. И ничто не повторяется бесконечно. Даже если что-то повторяется 20-30 раз, какая-то неприятная ситуация, потом наступает момент, когда все это заканчивается, и как будто и не было. Ни этих неприятных ситуаций там с соседями или с начальниками, все это очень быстро заканчивается, и потом мы сами видим, что оказывается не нужно было унывать, а нужно было просто набраться терпением и переждать вот это время, уповая на Бога. И вот он говорит, что поскорбев немного, теперь да, вы немного поскорбите, может быть, от различных искушений, но вам-то что дано? Вам дано наследство нетленное и неувидаемое, и вот об этом радуетесь. То есть радость веры христианской, она не в том, что нам даны будут на земле какие-то блага земные, нет, а в том, что вот человек становится причастником Божьей благодати, и эта благодать, она его изнутри радует. Это трудно описать, вот это либо есть, либо нет. Либо этот опыт христианин стяжал в своей жизни, когда сокровище внутреннее приносит ему радость, либо он это не стяжал, и ему тяжело это доказать, как-то объяснить, показать на пальцах. И вот Петр, он как раз об этом и говорит, что, и вот об этой радости он и пишет, что теперь радуйтесь, дабы, а для чего? Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть каждый христианин, вот помните, как сам Спаситель говорил, что тогда праведники просияют, как солнце в царстве Отца их. А где вот это сияние благодати Божьей, там и слава христиан, как причастны Христу. В этом и похвала им, в этом и честь, безмерная честь, которая ничто земное не даст. И о Христе сказано, которого не видев любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Конечно, вот бывает в жизни человека, когда он только-только обращается ко Христу, такой период неофитства, его называют, что человек весь, он прям, буквально горит вот этой, пламенеет радостью, пламенеет любовью ко Христу, и через какое-то время, ну там год или два, проходит, немножко вот остывают у него вот эти чувства. Но это не значит, что самый первый порыв, он был какой-то ложный, это тоже такой вот Божий дар, когда на самом начальном этапе тебе дается испытать чувство такой вот любви к Богу, чувство любви к ближним. И жалко, что мы не храним это. Не храним это вот на протяжении своей дальнейшей жизни, вот в апокалипсисе, там, когда идут упрёки вот некоторым там церквам семи городов, да, там вот, там есть такие слова, что вот горе тебе, что ты забыл прежнюю твою любовь, да. Вот была вначале любовь, а потом она оскудела, и ты становишься не тёпл, не холоден, не горячий, да, то есть как вот тепло-хладное такое состояние. И вот Пётр, он как раз отражает состояние вот первой христианской церкви, когда первые христиане, даже не видев Иисуса Христа, они любили, и они пребывали в этой удивительной радости, да. Пётр говорит, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. И мы, конечно, не сможем, наверное, вот понять весь вот этот вот своим личным таким вот душевным устроением современным то состояние первых христиан, но мы читаем это в книге «Деяний», когда никто ничего не называл своим, всё было общим, когда они тут же делились с другими, и радость и искренность веры была такова, что даже чудеса происходили. Тот же апостол Пётр, он и больных исцелял, и воскресил из мёртвых Тавифу, о которой очень ходатайствовали другие христианки, она очень много там вот делала для первой христианской церкви. И, в общем, необыкновенное воодушевление и радость царили у первых христиан. Вот это отражается в послании апостола Петра. Дальше он продолжает. «К сему-то спасению, вот к тому спасению, которое Христос совершил в их дни, относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». То есть пророки предсказывали именно то, что даровано было первым христианам. Вот как у Иоэля, мы читаем пророк Иоэля, что «излию от духа моего на всякую плоть». Вот это про день Пятидесятницы. И как раз вот это воодушевление благодатное первых христиан. Причем про пророков сказано, что они исследовали, на который и на какое время указывал сущий в них дух Христов. Вот это удивительно, что дух, просвещавший апостол, называется духом Христовым. Потому что Христос, как Бог, действительно, он предвечен, он Бог. И он от вечности не разделен от Святого Духа, от третьей апостаси Святой Троицы. И поэтому пророки, просвещаемые Духом Святым, они просвещались именно Духом Христовым, как Бог Христос и тогда был, он предвечен. И вот что именно он предвозвещал? Он предвозвещал вот этот дух, предвозвещал Христовы страдания и последующий за ними славы. В общем-то, действительно, и у пророка Исаии, где мы читаем, что как Агнец, прямо стригущий его безгласен, так и не отверзает у своих, да, или в Псалтире у пророка Давида, где буквально предсказываются все вот эти страдания спасителя, что раздели шеризы мои, одежды мои, меташи жеби и прочие, да, ну, вплоть до воскресения. И вот пророки, движимые Духом Святым, как он же и Дух Христов, они предвозвещали его страдания и затем славу его воскресения. Им, то есть пророкам, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небеса, во что желают проникнуть ангелы. То есть, что открыто пророкам? А им открыто то, что исполнение вот этих времен, оно совершится с пришествием Христовым. И совершилось это, как, посредством уже проповеди апостолов. Апостолы как благоествовали? Они благоествовали Духом Святым, посланным с небес. Здесь уже непосредственно про день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел с небес в виде огненных языков и начали говорить на разных языках, за счет чего и стали просвещать разные народы. Но интересное здесь еще добавление, во что желают проникнуть ангелы. Вот оказывается, ангелы, они не обладают тоже всеведением, хотя их мудрость и сила их ума намного превышает мудрость человеческую. Однако ангелы изумились, изумились, когда им вдруг приоткрылась тайна Боговоплощения, что Господь Бог, которого даже ангелы не могли созерцать, ибо у Бога нет внешнего образа, внешнего вида. Он неописуем с точки зрения, ну, не человеческой какой-то математики или физики, не с точки зрения вот ангельского мышления. Бог неописуем. Он выше, хотя он просвещает всех своим божественным светом. И вот когда оказалось, что вот этот неизреченный, несказанный, над всем миром находящийся Господь Бог, он сам становится человеком, то вот в эту тайну желают проникнуть ангелы, а особенно изумились чему? Тому, что своего Духа Святого Господь посылает именно людям. И выходит так, что люди становятся особыми избранниками, то есть, хотя чисто вот природно, если брать природу ангельскую, человеческую, ангельская природа, она выше человеческой. То есть, это высшие сферы в иерархии нашего мира, то есть, есть вот мир невидимый, есть видимый. Мир невидимый, он духовный, где тоже вот разные там степени чины ангелов, Серафимы и Херувимы, самые высшие. И вот человек, он, конечно же, ниже. Еще ниже человека находится материальная природа, где животные, потом там вообще как бы мертвая материя, камни и так далее. А человек, он как бы на пересечении ангельского и физического мира. И вдруг Господь именно человека предызбирает, потому что воплощается в человеческой природе. Поэтому происходит такое вот, ну как бы крушение, что ли, тоже неких стереотипов, в том числе и в ангельских представлениях, потому что природно ангел, он выше человека, но по божественному предызбранию человек вдруг становится выше ангелов, так как Господь воплощается именно в естестве человека. И поэтому некоторые люди, даже Пресвятая Богородица, вот мы знаем, Пресвятая Богородица, она становится честнее Херувимов и славнее Серафимов, потому что именно через нее Спаситель пришел в наш мир. И вот в эту тайну желают проникнуть ангелы, и тайна эта, она неизреченна. И вот, собственно говоря, об этой тайне-то и вся радость, и в ней проявляется вот эта неизреченная любовь, о которой пишет апостол Петр. И дальше он говорит, «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явление Иисуса Христа». Припоясав чресло ума. Ну что значит? Вообще припоясание в древнем мире это такое приготовление к служению. Вот воин во время отдыха он мог не припоясываться, но для того, чтобы уже вступать в битву, нужно было непременно припоясаться и на пояс там повесить мечи в ножнах, там кинжалы, там еще что нужно, да, или, скажем, слуга какой-то. Вот если он должен был послужить, он непременно должен был припоясываться, и так было удобнее двигаться. То есть припоясание – это символ приготовления к служению. А нам сказано, что мы должны припоясать чресло ума вашего. Ну, чресло – как бы живот. Это значит что? Чтобы мы бодрствовали в своих мыслях, не расслаблялись, не попускали ничего греховного, ничего суетного, и уповали совершенно на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Что это за прежние похоти? Это языческая жизнь. Когда блудили, кто с кем хотел и как хотел, и все это было именно неведение, а теперь вот нужно уже не сообразовываться с этим, чтобы даже малейшими впечатлениями, воспоминаниями не быть привязанным к своему прошлому. А новая жизнь, и здесь вот как послушные дети отцу родителям слушаются, вот так и здесь. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Вот, братья и сестры, здесь очень интересная мысль. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. То есть, на самом деле, святость – это должна быть, ну как сказать, это должна быть такая вот повседневность жизни христианина. То есть, святость – это, ну по идее, должна быть не какая-то вот заслуга, некая награда, что вот человек подвязался, 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 и потом Господь наделяет его святостью. А святость должна быть повседневным образом жизни христианина. Потом, на самом деле, ведь святость – это есть здравый образ жизни. Что такое нездравый образ жизни? Нездравый образ жизни – это когда изнутри тебя разрывают помыслы, злобы, негодование, ненависти, когда ты осуждаешь, завидуешь, обманываешь. Вот это все нездоровье, это болезнь. А нормальный, здоровый человеческий образ жизни – это мирная душа, мирное сердце, это спокойное отношение к ближнему, непревозношение, не то, что ты мечтаешь, что в самом себе раздул представление о себе, как такой вот огромный мыльный пузырь, ну, прикоснулись к нему, он лопнул. То есть, здравый образ жизни – это святой образ жизни, когда человек не раздирается изнутри греховными страстями. Вот к этому призывается каждый христианин, и жалко, что мы этому не соответствуем. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то есть наш отец – это Бог, а мы – чадо Божие. Вот если мы называем, а он нелицеприятно судит каждого по делам, неважно, какой у человека статус, какая должность он, Господь смотрит на сердце, и человек, и дворник с чистым сердцем может оказаться выше какого-то очень известного, публичного человека пред Богом, может оказаться выше. И вот, зная, что Господь нелицеприятно судит, со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Со страхом проводить жизнь – это значит, это не животные страхи, а это значит с осторожностью, с осмотрительностью, вот боясь где-то приткнуться, согрешить. То есть не спешить тут же на какие-то сомнительные там предприятия, не спешить заводить тут же какие-то легкие знакомства, чтобы не впасть, допустим, в блуд, а поступать очень осмотрительно и бояться погрешить против Бога, вот как мы боимся обидеть какого-то очень любимого, близкого нам человека. А почему так? Потому что мы знаем, что мы нетленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, то есть вот той языческой жизни, которая нам от наших прародителей передавалась, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Вот тут приоткрывается тоже вот такая вот тайна. Оказывается, Христос, как чистый Агнец, почему Агнец? Потому что это образ еще тоже из Ветхого Завета, Агнец приносился в жертву за грехи людей, и когда Христос пришел, Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Он за наши грехи страдает. И эта жертва Христова, она предназначена была еще прежде создания мира, и я, братья и сестры, обращаю ваше внимание, что икона Троицы Андрея Рублева, вот она как раз повествует об этой тайне, если мы посмотрим на икону Троицы, где вот за столом три ангела, и посередине на столе чаши, на самом деле это именно жертвенные чаши, там изображается глава Тельца, тоже одного из жертвенных животных, и вот ангел слева, он как бы благословляет ангела, который посередине, а тот со смирением склоняет главу, и как бы образ именно Христа, вот два ангела справа и слева, они как вот, это как силуэт чаши, в середине которого вот средний ангел, образ Христа, Сына Божия, и получается, что он в центре чаши, жертвенной чаши, и он сам есть жертва добровольная, и предназначен еще прежде создания мира, ибо Господь еще до сотворения всего видимого и невидимого уже знал, что, конечно, люди по свободной воле своей оказываются неустойчивыми, но для того, чтобы вернуть все творение опять в единение с Богом, родится сам Сын Божий на земле как человек и принесет себя в жертву, и через него вновь начнется восстановление мира. Так вот, об этой тайне пишет апостол Петр, что он был предназначен еще прежде создания мира, «но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Говорится, что Бог воскресил Христа из мертвых, как бы в таком, ну, некое отделение получается, да. Мы знаем, что, в общем-то, сам Христос говорил, что «я и Отец одно». Христос как человек, да, он всецело подчинен Божеству, а как вот Сын Божий, он не разделен от Бога Отца. И здесь говорится, что Христос воскресает не человеческой своей силы, а божественной силой. В этом смысле Петр говорит, что Бог, который воскресил его из мертвых и дал ему славу. И завершается первая глава таким вот назиданием. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Речь идет о том, что нужно хранить, конечно, чистоту, чистота сердца, искренние отношения друг к другу и послушание истины, а истина – это то, что открыто нам. Святым Духом в Священном Писании. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного». Вот тленное семени – мы потомки Адама, но Адама падшего. И поэтому мы все причастники смерти. А во Христе мы становимся причастниками нового Адама, и вот уже нетленное его семя, Слово Божие, как он пишет, «но от нетленного семени, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И это Слово Божие, оно пребудет вовек, потому что оно, собственно, есть Слово бессмертного, бесконечного Бога. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Вот человек очень напрасно надеется на самого себя, потому что, ну, достаточно подождать какой-то небольшой период времени. Очень быстро наша слава человеческая увядает, о чем нам красноречиво говорит наше же собственное зеркало, отражение, которое мы видим в зеркале. И, в общем-то, слава человеческая, она как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. А вот Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое нам проповедано. А проповедано о чем? О том, что Бог есть любовь, и что по любви Он ради нас пришел на землю, Он пострадал ради нас, и воскрес для того, чтобы и мы с Ним были бесконечно в Его вечном, неизреченном царстве. Вот дай Господь нам быть достойными этого, и стараться не только понимать это, не только стараться проникнуть в это, как вот ангелы, но и исполнить это, хотя бы немножко вот на деле исполнить. А на этом мы завершили чтение первой главы первого соборного послания апостола Петра. Храни всех Божи, до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok